Генеральный партнер ПАО «Орелстрой». Здравствуйте! Вы смотрите «Культурное обозрение» в студии Аллы Новоженина. Состоялось одно из важнейших событий в современной литературной жизни Орловской области. Вышел ежегодный альманах «Орел литературный». Не только поэты и писатели Третьей литературной столицы участвовали в его создании, но и художники, которые оформили иллюстрации к сборнику. Одно из первых творений увидела Алена Касаткина. Издание этого альманаха является особым событием в культурной жизни нашего региона. «Орел литературный» выходит раз в год и каждый раз становится своеобразным путеводителем по литературной жизни Орловщины. Альманах учрежден в писательской организации «Союз писателей России». То есть вот у нас в организации 23 человека, ну практически все, то есть более 20 человек автора. Ну есть и гости, есть и, так сказать, люди со стороны. Ну в частности вот в этом альманахе, в отличие от других, очень много иллюстраций. Мы пригласили художников орловских, они очень активно участвовали. В альманахе «Орел литературный» нашлось место и для молодых литераторов. Это, по мнению рецензентов, позволило изданию раскрыться с иной стороны. Слово обретает зримое воплощение, потому как само понятие слова, древние традиции, это смыслы. И вот здесь эти смыслы показаны и с точки зрения литературы, внутренние глубинные смыслы языка, и смыслы вообще бытия через те творческие работы, которые наши метры художественные здесь поместили. Немало места в данном издании было уделено иллюстрациям. Потому «Орел литературный» 2017 года – единство искусства словесного и изобразительного. В этом номере мы представили дан наших метров. Вот совсем недавно, 75 лет, отпраздновал известный наш метр, народный художник, удивительный дичь Талмухиилидзе. И мы, я скажу вам, заблуждаемся, когда говорим, что широко известнее, все им не знают. Ничего подобного. Об этих авторах нужно время от времени говорить и напоминать. Художественная литература в номере предстает в различных эпостасях, раскрываясь под разными углами и точками зрения. В этом году создатели, писатели плодом своих трудов остались довольны. Этот номер, он действительно, на мой взгляд, является сверху выдающимся номером, достойным в самой высокой литературе. И рифка, какой центральный журнал в Москве, может похвастаться таким обидой высочайшего уровня прозы. Все они именитые деятели искусства. Как признание значимости их вклада в культурную жизнь Орловщины, создатели «Альманаха» «Орел литературный» награждены медалями к 80-летнему юбилею Орловской области. Служу литературе. 13 ноября в Театре «Свободное пространство» состоялась творческая встреча с кинорежиссером и сценаристом Оксаной Бычковой. Перед показом фильма «Еще один год» она нашла время и пообщалась с нашим журналистом. Орловский зритель увидит ваш фильм «Еще один год». Почему именно этот фильм вы решили показать? Это фильм последний из тех, которые я снимала, не считая краткометражки для «Альманаха» про Петербург. И я считаю, что на сегодняшний день это самое для меня важное кино. Как появилась идея создать ремейк советского фильма «С любимыми не расставайтесь»? И вообще считаете ли вы этот фильм ремейком? Ну, это такая формальная штука, честно говоря, потому что такое было условие нашего финансирования. Мы должны были сделать ремейк даже не фильма 80-го года, 79-80-го. Даже не по пьесе Володина, а именно по этому фильму мы должны были сделать кино. И такая была статья для финансирования у наших продюсеров из Госфильмофонда. И когда мы за это взялись, стало понятно, что настолько уже сейчас изменилась сегодняшняя реальность, что мы не могли бы оставаться близкими к этому фильму. И даже к пьесе не могли быть настолько близки. Пьеса всего 16 страниц, поэтому нам пришлось серьезно поработать. И в случае с продюсерами они как-то так легко пошли на то, что мы далеко ушли от оригинальной версии. Единственное условие от них это было сохранить финальную сцену, она должна была обязательно происходить в больнице. Вот, это было такое жесткое условие. Все остальное мы придумывали уже сами. И я считаю, что могли бы, смело говоря, не писать, что это по пьесе Володина, хотя я ее очень люблю. Но мне кажется, что мы совсем, ну только кроме темы развода, больше мы там никак к ней не подходим близко. Помимо, как бы, такой бытовой жизни, есть социальный конфликт. Вот, почему все решили добавить? Ну, потому что нам нужно было понять, на чем их разводить. Что будет такого, что даст эту трещину. И это, как бы, был такой самый понятный всем путь и очень узнаваемый, опять же. Следующий вопрос про Роттердамский кинофестиваль. По условиям которого режиссеры награждаются за первый или второй фильм. У вас он был третий. Вот как это получилось? Там просто немножко иначе. Там основной конкурс Роттердамского фестиваля, это как раз первый или второй фильм, это вообще фестиваль дебютантов, молодых режиссеров. Но там сделали, это был второй год, как второй конкурс, где люди уже и с третьим, и с пятым, и с десятым фильмом могли поучаствовать и получить такой приз. Big Screen Awards он назывался, и он включал в себя денежную поддержку и прокат в Голландии. И вот именно поддержку фестиваля, это на самом деле очень хороший приз именно для кино, как для его зрительской прокатной судьбы. И у нас был очень сильный конкурс, честно говоря. То, что нам еще потом приз выдали, это, конечно, что-то было странное. А вот как зритель воспринимает фильм за рубежом и в России одинаково? Нет, по-разному. Я не знаю, может быть, это какая-то культура осмотренности, или вообще, вот, как люди смотрят кино. Может быть, в Европе, допустим, где показывали фильм, люди привыкли к тому, что фильм там длится достаточно долго. У него большой хронометраж, там нет музыки иллюстрирующей. В общем, для них это нормальное европейское такое кино. Но, в общем, у нас зритель к такому, уже, точнее, отвык от такого, ему очень сложно смотреть такой фильм. Расскажите о новом проекте. У меня два проекта новых. И один уже очень сложный судьбы, потому что мы пытаемся уже три года на него выбить финансирование. И решили в этом году его пока отложить. И стали писать новый проект. Это история про первый рейс девушки, третьего помощника капитана. После мореходки она уходит в такой первый свой рейс на Дальнем Востоке, в Сахалинском морском пароходстве. И поэтому кино очень сложно постановочное, но тема интересна, потому что такого я еще не делала. Ксана, спасибо за беседу, за то, что выделили нам время. Спасибо. С любимыми не расставайтесь. Популярная пьеса Александра Володина, которая послужила основой не только для фильма «Еще один год», но и для одноименного спектакля на сцене «Свободного пространства». О том, как восприняли фильм «Орловчане» и какие вопросы задавали зрители Оксане Бычковой, расскажет Наталья Чунина. Приятные кино, встречи в театре продолжаются. В этот раз со своим фильмом «Еще один год» приехала Оксана Бычкова. К слову, это второй кинорежиссер и сценарист, который встретился с «Орловским зрителем» в рамках нового кинопроекта. Напомним, первым стал Михаил Сегал. Тем более Оксана в нашем городе ни разу не была. Для «Орловского зрителя» ее фильм «Еще один год» также был выбран не случайно. На сегодняшний день это самое для меня важное кино, пока из того, что я делала. Поэтому мне было как раз интересно его показать. Оно не настолько широко прокатывалось, как два предыдущих фильма, поэтому тем более интересно показать его зрителям. Я уверена, что они его не видели еще. Еще один год снят по мотивам пьесы Александра Володина. Это своего рода ремейк советского фильма «С любимыми не расставайтесь». Однако, несмотря на общий сюжет, Оксане Бычковой удалось создать свою историю двух любящих людей. Уже произошел разрыв, люди разводятся, и потом мы узнаем, что с ними было после развода. А мы хотели показать саму эту предысторию, как шаг за шагом из хороших и достаточно сильных отношений люди сами себе все разрушают. Фильм снят ручной камерой, а приемы монтажа позволяют видеть главных героев постоянно в кадре. Все это сделано для того, чтобы сократить дистанцию между зрителем и артистами. О творчестве и жизни, о взглядах и вдохновении, задать вопросы создателю кинокартины орловские зрители смогли сразу после просмотра фильма. Мы закончили большие режиссерские курсы в Акеке. Мне очень интересно, что вам дать эмоции. И снимали ли вы карантажные фильмы, что-нибудь, до того, как вы поступили в Акеке. Училась два года у Натальи Борисовны Рязанцевой и Петра Димаевича Тодоровского. И до этого ничего не снимала, а во время учебы снимала короткие методы. Следующим гостем в рамках проекта «Свободное кино. Пространство» станет Юрий Быков. 4 декабря орловщане смогут задать ему вопросы и посмотреть фильм «Дурак». В регионе активно идет подготовка к празднованию 200-летия Ивана Тургенева. В 2018 году ожидается приезд большого количества почетных гостей со всего мира. В областной администрации прошла встреча Оргкомитета по подготовке праздника во главе с РИО губернатором Андреем Клычковым. Арина Лагутина продолжит. Юбилейная дата Ивана Сергеевича Тургенева наступит лишь через год, 9 ноября 2018-го. Однако праздновать ее на Орловщине будут на протяжении всего года. Запланирована масса всевозможных культурных массовых мероприятий. Концерты и фестивали, выставки и спектакли, конкурсы и конференции, образовательные и туристические акции. Чтобы все это подготовить, нужно немало средств и сил. Я уверен, что мы с вами достойно проведем празднование. Ну и самое главное, сможем представить Орловскую область на территории всей Российской Федерации. Своего рода это вызов для нас, на который мы должны ответить. Андрей Клычков говорит, что все решения должны иметь коллегиальный характер. Необходимо учитывать мнение представителей научной, музейной, литературной и театральной общественности. Обсудили на заседании и больной вопрос финансирования. На данный момент фигурируют суммы 198,5 миллионов рублей. В основном это средства из федерального бюджета. Однако Андрей Усиков, зампредседателя правительства области, уверяет, этого недостаточно. Требуется дополнительное финансирование из областного бюджета в части приобретения и монтажа осветительных приборов, одежды, окон музея и выставочного оборудования для экспозиции музея Тургенева. Эта дополнительная потребность составляет 5,5 миллионов рублей. Имеется потребность в допроектировании и выполнении внутренних ремонтов и реставрационных работ в доме музея Лескова и Андреева. А еще озеленение и благоустройство территории вокруг музеев и театров, где пройдет основная доля мероприятий. Это еще порядка 7 миллионов рублей. Учитывая дефицит нашего бюджета, давайте будем откровенны, найти сотни миллионов рублей, десятки миллионов рублей в нашем бюджете будет весьма прогулематично. Но необходимо мероприятие проводить. Я предлагаю как можно больше сил и обратиться к общественным организациям, которые всегда положительно откликались на предложение властей. Переговоры со спонсорами начнутся в самое ближайшее время. Параллельно с этим осуществляется реконструкция филиалов Объединенного литературного музея Ивана Сергеевича Тургенева и Государственного мемориального и природного музея-заповедника Ивана Сергеевича Тургенева-Спаская-Лутаминова, которые, очевидно, станут самыми посещаемыми местами следующего года. Работы впереди очень много, но, как показывает практика, Орловщина умеет делать хорошие праздники и с достоинством принимать гостей. Какой спектакль посмотреть или какую музыку в исполнении орловских музыкантов послушать, узнаете из афиши. В Краевическом музее работает фотовыставка израильского мастера «Такая разная жизнь». В библиотеке Бунина, 1917-й, в Орловском крае. 21 ноября в областной филармонии выступят Владимир Дунаев и Ольга Васильева, 18.30. 21 ноября в свободном пространстве «Художник и любовь» в 19 часов. 22 ноября в свободном пространстве «Наташина мечта» в 19 часов. 23 ноября в свободном пространстве «Клятвенные девы» в 18.45. 23 ноября в театре «Драмы» «Правда хорошо, а счастье лучше» в 18.30. 23 ноября в русском стиле «А поутру они проснулись» в 19 часов. 24 ноября в свободном пространстве «Люди ла-манчи» в 18.45. 24 ноября в русском стиле «Ужин при свечах» в 19 часов. 24 ноября в театре «Драмы» «Видеть надо душой» в 18.30. 24, 25 и 26 ноября в театре «Драмы» «Али Баба» в 11 часов. 25 ноября в русском стиле «Дом сумасшедших» в 18 часов. 25 ноября в театре «Драмы» «Верная жена» в 18 часов. 25 ноября в свободном пространстве «Приключения Геккельберифина» в 11 часов. 25 ноября в свободном пространстве «Были слезы больше глаз» в 18 часов. 25 ноября в театре «Кукол» «Сестрица Аленушка» и «Братец Иванушка» в 11 часов. 25 ноября в областной филармонии выступит лауреат международных конкурсов «Сергей Поспелов» в 18.30. О новинках в мире кино прямо сейчас расскажут сотрудники кинотеатров. Я же с вами прощаюсь ровно на неделю. Увидимся. Всего вам хорошего. С 16 числа, с четверга, как обычно, у нас в прокате вышли следующие фильмы. «Лига справедливости», «Мифы», «Джипя-скрипя-с-3» и «Чудо». Особое внимание из этого списка следует уделить «Лиге справедливости», так как поклонники ждали этот фильм последние 15 лет в связи с тем, что проект не единожды замораживался и даже полностью менялся актерский состав, так как актеры находили другие проекты, пока ожидали подтверждения этому. Плюс таким существенным фактором является выход Тора предварительный, учитывая, что все-таки фанаты Тора и Бэтмена с Суперменом, они первый год, так сказать, конкурируют. То есть здесь для нас особый интерес предоставляет такой вот соревновательный момент, на какой фильм все же будет больше зрителей, какой фильм будет более востребованным. И следующим фильмом, которому стоит уделить особое внимание, является российская комедия, даже скорее трагикомедия под названием «Мифы». Это что-то такое вот по-особенному ироничное, где-то такое по-новогоднему волшебное. На самом деле лучше было бы, наверное, если бы этот фильм вышел ближе к Новому году, потому что в нем есть что-то такое легкое, но в то же время заставляющее задуматься о главном. Плюс публику все-таки привлекут такие имена, как Безруков, Бондарчук, Ургант. В фильме они представлены в нестандартных для себя ролях, то есть они комичны, они где-то глупы и нелепы, они человечны. «Чудо» – следующий наш фильм – драматический, тяжелый, а мальчики с достаточно сложным диагнозом и, скажем так, с внешними недостатками, которые вынуждены впервые в своей жизни после домашнего обучения пойти в школу и столкнутся, собственно говоря, с реальностью. Где-то фильм тяжелый, где-то слишком жизненно драматичный, но в общем и целом с таким интересным концом, если без спойлеров. «Джипес Крипес» – классический ужастик, полностью поддающийся предыдущим двум частям. И если вы любите ужастики, добро пожаловать! Хотели бы купить новую квартиру с уже сделанным дизайнерским ремонтом? Компания «Пау Орелстрой» представляет новую улучшенную отделку квартир. Успейте купить до повышения цены. Звоните 63 30 20. 63 30 20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова